К новостям спорта. Шериф в шаге от группового этапа Лиги Европы. Накануне на домашнем поле терраспольчане провели первый матч раунда плей-офф. Шериф вновь принимал на своем поле азербайджанский Карабах. В отличие от прошлого еврокубкового сезона, когда победили гости, этот матч прошел по другому сценарию. Тему продолжит Оксана Круг. До начала матча еще час. В главной арене спорткомплекса подходят одни из самых преданных болельщиков Шерифа. В этот день ни у кого сомнений не было. Победа за желто-черными. Желто-черный. Это наш. А уже придумали, как будете болеть за Шериф? Буду брать пример с него. Кричать? Конечно, кричать. Кричать, плакать. Все, что можем будем делать. Только за наших будем болеть. Буду в душе верить, что Шериф выиграет. И буду поддерживать команду на трибунах. Так что, думаю, сегодня все будет окей. Уверяют в обратном только азербайджанские болельщики. Победа! Победа! Однако их уверенность исчезает на первых минутах матча. На протяжении практически всей игры в фанатском секторе Карабаха было тихо. Для Шерифа эта встреча принципиальная. Год назад Карабах остановил терраспольчан в еврокубковой гонке. Желто-черный тогда проиграли азербайджанцам в отборочном раунде Лиги чемпионов. Кстати, после этого Карабах обыграл Копенгаген и попал в одну группу с Челси, Ромой и Атлетико. Последним, кстати, так и не удалось обыграть азербайджанцев. Оба матча команды сыграли в ничью. В этом году пути Карабаха и Шерифа снова сошлись, но уже в Лиге Европы. Терраспольчане готовы взять реванш. Соперник все так же выглядит достойно. Практически весь состав Карабаха – игроки национальных сборных. Азербайджана, Швейцарии, Польши, Албании, Гаити, Хорватии. Этим летом азербайджанский клуб приобрел вратаря сборной Исландии Ханеса Хольдорсена. Того самого, который на чемпионате мира в России отразил пенальти Лионеля Месси. Правда, помочь своей команде в ответственном матче Лиги Европы в Террасполь Ханес не смог из-за травмы. Ворота Карабаха защищал бразилец Вагнер Досилва, которого уже на восьмой минуте расстроил боснийский полузащитник Рефет Капич. Быстрый гол Терраспольчан дает понять Карабаху Шериф образца 2018 еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Смелая тактика от Горана Саблича. Игроки Шерифа на поле выглядят уверенно. Желто-черные активно прессингуют соперников и не дают Карабаху развивать атаки. Азербайджанцам так и не удалось нанести ни одного удара по воротам Шерифа. До игры мы знали о силе соперника, сегодня опять мы видели это. И команда хорошо сыграла, хорошо защищалась. Думаю, что нас ожидает сложное противостояние в Баку. И думаю, что будет отчисленная игра для обеих. Атакующая линия Шерифа смотрелась хорошо. Быстрые, реактивные футболисты. Против таких мы тоже играли и знаем, как против них действовать. В футбол играете 90 минут и делать это 90 минут тяжело. Игроки вашей атакующей линии старались постоянно держать нас в прессинге. Иногда получалось, иногда нет. Но опять-таки с общей картины хорошая атакующая линия, могу сказать. Но Карабаху все же удалось заставить понервничать болельщиков желто-черных. Один раз на последних минутах матча. Это был единственный опасный момент от наших соперников. Один-ноль. Минимальная победа и огромный шанс выйти в групповой этап для Шерифа. Плюс-минус команда. Все выполнило. Это, что я хотел. Дихо. Конечно, жалко, что не забили второй гол. Пока была свежесть. Знали и, естественно, пустили команду Карабаха, чтобы владением мячом было преимущество команды Карабаха. Но ждали свои моменты на быстрые атаки и контратаки. И думаю, что это неплохо было. Эта игра была очень тяжелая. Но мы справились. Мы это сделали. Домашняя победа очень важна для нас. Следующая игра в Баку будет такой же сложной. Но мы усердно работаем всей командой. У нас впереди неделя подготовки. Я думаю, мы выйдем в групповой этап. Ответный матч «Желто-Черный» проведут в Баку 30 августа. Чтобы пройти в групповой этап Лиги Европы, Шерифу достаточно сыграть в гостях в ничью. Устроят терраспольчан и минимальный проигрыш при условии, что наши футболисты забьет. Так что настраиваемся только на победу. Оксана Крок, Сергей Василев и Иван Глухенький. Первый Приднестровский телеканал.